Комары размножаются не в озерах и реках, а на болотах и вот в таких водоемах. Их еще называют эфемерными. Заполняются они талым снегом и уровень воды в них постоянно меняется. Если весна продолжит радовать жителей областного центра хорошей и сухой погодой, то личинки комаров в таких условиях попросту не выживут. Кроме того, почувствовав приближение весны, комары раньше времени вышли из зимнего анабиоза и теперь погибают от ночных заморозков. Энтомологи утверждают, численность кровососущих в этом году действительно сократится почти на 70%. Но этого и следовало ожидать. Снега нет, разлива рек тоже. Но последние годы Урал практически не разливается, воды не хватает. Значит, луж будет мало, значит, мало будет и комаров. Так что вот эти последние годы, такие и насекомых меньше, даже вот мы проводим учеты в заповеднике, насекомых меньше в эти годы. Это естественные колебания. У нас чередуются периоды более влажные, более сухие, более холодные. Экологи уверены, отсутствие пищи может привести к гибели мальков и головастиков, ведь личинки комара – их основной рацион питания. Популяция рыбы по предварительным подсчетам сократится на 30%, а значит, в ближайшие пару лет рассчитывать на большой улов в области не придется. А вот в отделе рыбнадзора ситуация беспокойства не вызывает. Там потери одного кормового организма, ну, она не приведет к каким-то катастрофам, потому что в природе кормовых организм очень много, зообенцы очень богаты. Особенно водоемы нашего региона, они считаются все очень высококормными. А вот лягушкам в этом году придется действительно нелегко, ведь бесснежная зима повлияла на всех насекомых. Численность стрекоз также сократится почти на половину. Нет комаров – голодать будут и остальные участники пищевой цепочки. Многие мелкие птицы выкармливают тенцов насекомыми, но комарами все-таки самые мелкие птицы. Ну, это такие, например, как славки, мелкие пеночки. Есть еще некоторые мелкие птицы из дроздовых, ну, например, там, соловей, варакушках. Эксперты сходятся во мнении. До наступления необратимых для экосистемы последствий еще есть время. Если количество осадков придет в норму, то будущее у мальков, головастиков и птенцов, рожденных в этом году, будет. Анастасия Кубатко, Константин Воробьев. Новости дня.